Давно мечтали о машине? Возможно, целесообразно помечтать и о лошади, которая будет эту машину тянуть. Ведь ископаемое топливо, которым мы пользуемся и без которого не представляем своей жизни, исчезает бешеными темпами. Это побуждает человечество задуматься об альтернативе, альтернативе, которая способна изменить мир, а именно о водороде. Именно водород является самым простым и самым распространенным элементом, о котором мы незаслуженно забываем. Возраст ископаемого топлива сотни миллионов лет, но за последние 200 лет потребление его быстро возросло, в результате чего запасы ископаемого топлива иссякли, а изменение климата серьезно пострадало. Мировое потребление ископаемого топлива растет большими шагами, и новые запасы становится труднее найти. Запасы, которые находят сейчас, значительно меньше тех, что были найдены в прошлом. Запасы нефти являются хорошим примером. 16 из 20 крупнейших месторождений в мире достигли пикового уровня добычи. Они просто малы, чтобы не отставать от мирового спроса. Для того, чтобы удерживать среднее глобальное повышение температуры ниже полтора градуса Цельсия, нам нужно оставить до 80% запасов ископаемого топлива в Земле. Но это почти невозможно, ведь во всем мире наша зависимость от ископаемого топлива только растет. Поэтому у человечества есть стремительно растущая потребность в новых энергоносителях. В энергоносителях, что позволит транспортировать энергию в пригодной для использования форме, из одного места в другое. Водород, как и электричество, является носителем энергии, который должен производиться из другого вещества. Плюс ко всему, он имеет высокое содержание энергии, примерно в три раза больше, чем бензин. Водород – самый простой элемент. Атом водорода состоит только из одного протона и одного электрона. Это также самый богатый элемент во Вселенной. Несмотря на свою простоту и большое количество, водород не встречается в природе, как газ на Земле. Он всегда сочетается с другими элементами. Например, вода – это сочетание водорода и кислорода, H2O. Даже такие звезды, как Солнце, состоящие в основном из водорода. Солнце – это, по сути, гигантский шар водорода и газов гелия. Водород содержится во многих органических соединениях, в частности, в углеводородах, входящих в состав многих наших видов топлива, таких как бензин, природный газ, метанол и пропан. Водород можно отделить от углеводородов с помощью теплоты. Процесс известный как реформинг. Сейчас большинство водорода производится таким образом из природного газа. Электрический ток также может использоваться для разделения воды на составляющие кислорода и водорода. Этот процесс известен как электролиз. Более детально мы его рассмотрим дальше. Некоторые водоросли и бактерии, используя солнечный свет как источник энергии, тоже отдают водород при определенных условиях. Водород богатый энергией, однако двигатель сжигает чистый водород, почти не загрязняет окружающую среду. НАСА использует жидкий водород с 1970-х годов для вывода космических челноков и других ракет на орбиту. Для того, чтобы использовать водород, нужен топливный элемент. Он объединяет водород и кислород для получения электричества, тепла и воды. Топливные элементы часто сравнивают с аккумуляторами. Оба превращают энергию, производимую в результате химической реакции, полезную электрическую энергию. Однако топливный элемент будет производить электроэнергию до тех пор, пока подается топливо, а водород, никогда не теряя заряда. Топливные элементы лучше всего работают на чистом водороде. Но такие виды топлива, как природный газ, метанол или даже бензин, могут быть переработаны с получением водорода, необходимого для топливных элементов. Некоторые топливные элементы даже можно заправлять непосредственно метанолом. Если развивать это направление, в будущем водород может присоединиться к электроэнергии, как один из важнейших энергоносителей. Стоит помнить, что энергоноситель движется и поставляет потребителям энергию в природной для использования форме. Возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер, не могут постоянно производить энергию. Но они могут, например, производить электрическую энергию и водород, которое можно хранить до тех пор, пока это не потребуется. Это означает, что водород можно транспортировать как электричество к местам, где он необходим. Преимущества водородной энергии очевидны и многочисленны. Но возникает вопрос тогда, почему водород используется на таком незначительном уровне. Предлагаю рассмотреть его преимущества более подробно и попытаться понять, чего так боятся крупные корпорации, которые монополизировали большую часть мировых запасов топлива и электроэнергии. Водород является богатым источником энергии, хотя для его использования может потребоваться много ресурсов. Ни один другой источник энергии не является бесконечным, как водород. Это по сути означает, что он не может закончиться, как другие источники энергии. Водород может производиться как на месте, где он будет использоваться так и централизованно, а затем распределяться. Газ водорода можно получать из метана, бензина, биомассы, угля или воды. От этого источника напрямую зависят такие факторы, как количество загрязнения, технические проблемы и энергетические потребности. Но все же это практически чистый источник энергии. Когда водород сжигается для получения топлива, побочные продукты являются совершенно безопасными, а это значит, что они не имеют известных побочных эффектов. Авиационные компании фактически используют водород как источник питьевой воды. После использования водорода он обычно превращается в питьевую воду для космонавтов на кораблях или космических станциях. Водородная энергия нетоксичная, что обычно очень редко встречается для источника топлива. Он доброжелателен к окружающей среде и не наносит вреда или разрушению здоровью людей. Этот аспект делает его предпочтительным по сравнению с другими источниками топлива, такими как ядерная энергия, природный газ, которые чрезвычайно опасны или даже страшны. Также это позволяет использовать водород в местах, где другие виды топлива могут быть запрещены. Когда водород сочетается с кислородом, в топливном элементе вырабатывается электроэнергия, которую можно использовать для питания транспортных средств или управления электродвигателем как источником тепла и для многих других целей. Когда он сочетается с кислородом, единственными побочными продуктами являются вода и тепло, что дает водороду огромное преимущество в качестве энергоносителя. Использование водородных топливных элементов не выделяет углекислого газа и других парниковых газов или других твердых частиц. Но это происходит только когда в производственном процессе используются возобновляемые источники, такие как вода или солнечная энергия. Не стоит путать с бензином. Водород является эффективным видом энергии, поскольку он обладает способностью передавать много энергии на каждый фунт топлива, по сравнению с дизелем или газом. Это фактически означает, что автомобиль, который использует энергию водорода, проедет больше миль, чем имеющий такое же количество бензина. Например, по сравнению с обычной электростанцией на основе сжигания, которая обычно производит электроэнергию от 33 до 35% эффективности, водородные топливные элементы способны производить электроэнергию до 65% эффективности, имея мощность примерно в три раза больше. Также плюсом является устойчивая система производства, такая как электролиз, метод при котором вода разделяется на водород и кислород. Это означает, что возобновляемая энергия может использоваться для питания электролизеров. То есть для получения водорода из воды, обеспечивая устойчивую систему, независимую от нефтепродуктов, не загрязняя окружающую среду, не создавая выбросов. Некоторые из возобновляемых источников, используемых для питания электролизеров, это энергия ветра, гидроэнергия, солнечная энергия и приливы. После получения водорода в электролизере его можно использовать в топливном элементе для производства электроэнергии. Побочными продуктами, образующимися в результате работы топливных элементов, как уже упоминалось, является вода и тепло. Если топливные элементы работают при высоких температурах, система может быть создана как когенератор с отработанной энергией, которая используется для отопления. Ярким примером преимуществ водорода является исследование, описанное в Nature Communications. Группа исследователей разработала новый способ получения энергии из обычной воды. По их словам, новое исследование показывает, что энергия, добываемая в результате испарения воды в американских озерах и водохранилищах, может обеспечить до 70% спроса США на электроэнергию. Еще одно интересное исследование было проведено в 2015 году ОСГУР САХИН из Колумбийского университета. Он разработал систему, которое позволило бы извлекать энергию из воды, испаряющейся с помощью спор бактерий. Команда приклеила споры Bacillus subtilis к скотчу и подвергла их воздействию воды. Когда вода испарялась, споры сворачивались, то есть лента сжималась, что приводило к полной герметизации. Проще говоря, это закрытая конструкция, в которой вода конденсируется, и цикл может повторяться много раз. А производимую при этом силу можно использовать для создания электричества. Но несмотря на многочисленные преимущества водорода, энергия от ископаемого топлива все еще правит миром, угнетая то, что не установлено никаких рамок, чтобы обеспечить дешевую и устойчивую энергию водорода, например, для обычного владельца автомобиля в будущем. Даже если водород сейчас стал бы дешевле, чем шариковая ручка, потребовались бы годы, чтобы ему стать наиболее используемым источником энергии. Но безотрицательным фактом является то, что водородная энергия является возобновляемым ресурсом, и она достаточно доступна. И в этом подтексте непонятно одно. Почему властные корпорации так боятся водорода? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!